Приветствую вас. Необходимо понимать, что в данном случае чувство вот такого испуга, да, оно связано с тем, что переживает ваша дочь, что видит ваша дочь, что чувствует ваша дочь, и какие у нее были результаты опыта и переживаний в детском саду. Это такая очень важная история, на самом деле, и нужно понимать, что страх, он скорее всего идет оттуда. Именно от того, как дочерью вообще воспринималось пребывание в детском саду. Вот. И соответственно, соответственно, можно говорить о том, что дочерине необходимо выражение этих переживаний и чувств, связанных с, ну вот, с каким-то опытом в детском саду. Вот. Поэтому, с ней желательно спокойно пообщаться, с ней желательно выяснить, почему ее так беспокоит эта история, связанная с мухами, например, да, почему ее так, ну, почему ее так волнуют этот момент. Вот. И соответственно, я думаю, что проблема будет решена. Мне, с другой стороны, видится также и тот факт, что вы привязаны, привязаны в некоторой степени к своей дочери, потому что вы пишете, что, значит, сходим уже четыре месяца в детский сад, да, вот, сейчас это говорит о том, что вы к дочери, ну, в той или иной степени эмоционально привязаны. И это, конечно, скорее негатив, чем позитив, потому что, ну, объективно ребёнок чувствует себя менее самостоятельным, самостоятельным, когда родитель слишком близко находится к нему с точки зрения личных границ. И, соответственно, у ребёнка появляется такое вот желание, такая потребность, такая привычка надеяться на родителя, надеяться на него, ожидать от него какой-то помощи постоянно. Вот, чего-то ждать, чего-то хотеть, и, в общем-то, это всё негативно сказывается на, ну, на ребёнке, на ребёнке. Вот, я думаю так, я думаю так, поэтому я думаю так, и, соответственно, можно уже, исходя из этого, что-то делать. И, соответственно, для этого уже можно смотреть на то, например, как вы относитесь к ребёнку, что вы, например, переживаете, какие у вас, у самой, и есть проблемы. Так что, вот, в принципе, такой ответ можно вам отдать. Я надеюсь, что он помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!